Как я говорю, система для бабушек и детей. Почему? Потому что очень просто. Подставил и отфрезеровал. Состоит она из трех частей. Это рамочка, это шаблончик и вот это супер-пупер фреза. Значит, идея в чем? Мы тут прокрасили рамочку. Инкредитно. Не, ты езжай, пожалуйста. Не? Не, ты езжай, пожалуйста. Не, просто если поставили ровно, потом можно было использовать. А так все. Я еще и распилим, и специально, чтобы нельзя было использовать. Как это работает и почему это так? Фреза имеет конический копер. Вот он. Это алюминиевая шайба, внутри подшипник и метрик вверх. Внутри, по сути, это обычная фреза V-образная, 90 градусов. Ну, не совсем обычная. Отличается, нет, отличается она, то есть, это комплект. Соответственно, она поставляется в двух частях. Это комплект вместе с копиром и отдельно режущая часть. С копиром вариант, естественно, дороже, порядка там 4 тысяч. Сейчас около 4 тысяч стоит. Отдельно режущая часть стоит 1 тысячу. Хотя нет, про грунт. Нет, давайте, давайте я убрать не буду. Сейчас, честно, не помню. На них понижали цены. В районе, в районе около 3 тысяч, по-моему, сейчас в комплекте она стоит. И тысяча отдельно режущая часть. Фреза регулируется по глубине. Вот, гайка, контргайка. Она, гайка, контргайка регулирует вылет относительно копира. Работает это так. Это 3D-гравировка с обычным ручным фрезером. Соответственно, мы имеем шаблон. Шаблон сделан из МДФ. Фреза идет четко по этому шаблону. Работает это так. Когда мы ведем фрезу, если вы смотрите сбоку, вы увидите, она либо выходит, либо поднимается. Из-за того, что здесь паз разной ширины. Соответственно, она либо погружается, шаблон, либо из него выходит. Благодаря этому и сдается вот этот 3-х минар рисунок. Все достаточно просто и достаточно примитивно. Рисунки есть в каталоге. Количество рисунков ограничено. Создать рисунок под свой лад можно только совместив какие-то их друг с другом шаблоны. И размеры заданы этим шаблоном. То есть тут вы ничего поменять не можете. Ни вид рисунка, ни его размер. Это жестко. Соответственно, фрезер у нас стоит на свободном фрезеровании. То есть ничего не зажато. Обороты, в принципе, где-то здесь в районе четверки будут. 4-3, в зависимости от материала. Программы нету для этих трех свободных создателей? Или уж можно разложить? Это не так все просто. Это нужно писать в программу. Более того, соответственно, рисунки раскладываются на несколько частей. Это все не очень просто. Это делается только на ЧПУ. То есть вручную можно повторить, естественно, скопировать этот шаблон. Во-первых, МДФ не самый приятный материал для обработки. Во-вторых, точность здесь действительно важна. Небольшие уводы уже возникнут в проблемах. Сам шаблон это МДФ. Рамка это тоже МДФ. Что касается износа. Частный вопрос. Ничего не происходит, вы просто меняете глубину фрезерования. То есть вы либо поднимаете режущую часть, либо ее опускаете. Задача просто попасть фрезой в паз. Все. На этом все искусство гравировки заканчивается. Нужно поставить, наверное, удавить, на фрезе вашу. Ну, да. Задача просто попасть. Работает таким образом. Шаблоны бывают двух видов. Этот шаблон, который мы здесь видим, это будет рисунок лошадью. Он ориентированный. То есть каждый шаблон, видите, имеет подпись. И их три. Они не повторяют друг друга. И, соответственно, они не симметричны. Большое количество шаблонов, типа вот таких фасадных шаблонов, это симметричный рисунок. И здесь используется один-единственный шаблон. Он переворачивается. Соответственно, мы его переворачиваем вот так. Ноги лицо, да? Вверх-вниз. И, соответственно, переворачиваем справа налево. Еще раз вращаем вот так. То есть вот этот рисунок получается за четыре прохода. Переворачивание этого шаблона. Рамка задает нам, соответственно, это поле. То есть базу, да, чтобы шаблон не двигался, не смещался относительно. Но чтобы детали рисунка друг от нас на другом не смещались. Никакого искусства. Да, нет, здесь никакого искусства нет, но это быстро, это повторяемо и это легко. Бабушек, у которых нет текло. Покажите мне этих бабушек с щепу. Бабушек с сюрпризером. То есть последовательность... Последовательность... Последовательность значения не имеет. Имеет значение только то, что вы кладете их все в одинаковую сторону. То есть легко испортить шаблон, если не попасть. Если не попасть, испортить легко. Ну, соответственно, если мы делаем шаблон вот так, то мы получаем зеркальный картинок. То есть это легко и просто. А вот этот шаблон, который уже не попарились, он так и задуман? Это, который не попали. Нет, 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 просто зажато. Просто надо зажимать по-хорошему четырьмя струбцинами и струбцинами низкими. Нет, нет, нужны струбцины, которые низкие, которые не мешают. Так, а надо перевернуть просто, а то снизу поставить. Ну, либо так. Ну, либо так. А, ну так. А, ну так. Сейчас уже не нужно. Сейчас можно принести еще две струбцин или одну хотя бы? Шаблон примерно 1200 за шаблоном. Соответственно, 4 шаблона, а примерно на 3. То есть это рамка и в данном случае 3. Нет, рамка отдельная. Вот эти, раз, два, три, четыре. Да, рамку можно сделать самому. Да, это времена времена. Да, времена 3. Да, шаблон можно самому сделать. Нет, ну тут, походу, действительно есть сложности с шаблоном самому. Нет, я думаю, что проблема самому. Если не свободишь, дайдет. Опять-таки нужно, взял, в общем, покрасил, чтобы он крепче был, пропитал. Верху. Ну, уже. Слушайте, 1200 это комплекс салонов? А, один шаблон. Один шаблон. Нет, вопрос, 1200 это один рисунок или же это одна штучка? Нет, комплекточка. Примерно нет. Смотрите, один лист шаблона стоит примерно 600-700 рублей. То есть, соответственно, если комплект состоит... Если рисунок состоит из трех шаблонов, то 1800. Этот комплект примерно стоит, получается, около 3000. Лошадь дороже узора три раза. Ну, примерно да. Ну, то есть тут ценник четко разбит на количество досок. То есть доски прописаны, опять же, в каталоге, они везде прописаны. Такие схожи крепят. Самые дорогие, да, получается, рисунки вот такие несимметричные. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну, это... Пожалуйста. Кто хочет. Не, боимся испортить. А что там портить? Тебя подставили. Тебя подставили. Тебя подставили. Сейчас я испортил. Тут уже одна порчена есть. Усадка на износ. Прибусмотрим. Ну, в общем-то, все. Ну, с другой стороны, посчитайте, за сколько мы это сделали. Это практически моментально. 5 минут. За 3000. Ужай. Это один. А сколько можно сделать? А сколько это будет стоить, если он должен продаваться в Икее? Смотрите, вот этот рисунок. И стоит ли с ними конкурировать? Слушайте, ну давайте мы от ручного фрезера к ЧПУ и к центру не пойдем, а? Она у нас хорошо смотрится будет. Такая лошадь, повесим ее. Какое ощущение, что какую-то линию забыли. Мы специально сделали криво. Нет, забыли. Выборка не везде интересная линь. Хрезерная бутоватая просто. А можно ли сел, чтобы говорить со совести? Что, похоже? Ну да. Ну такое ощущение, линию забыли, не забыли. Лаком ее заливаешь, а потом шлифуешь еще раз. А это бук? Да, это бук. Те рисунки, которые там, они сделаны немножко по-другому. То есть это делается сначала темной морилкой, а потом уже... То есть сначала режется рисунок, он заливается темной морилкой, а потом шлифовывается. А потом шлифовывается. А я говорю, что залить лаком и шлифануть. Да. Вообще это инструмент тренд. То есть это английский инструмент, английский патент. CMT его просто выкупил на данный момент. Патент. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...